Президентский законопроект о поправке в Конституцию был принят Государственной Думой накануне вечером и почти сразу поступил на обсуждение в регионы. Утро внеочередное заседание сессии Госсовета Коми. На президиуме и в профильных комитетах депутаты обсуждают процедурные вопросы. В кулуарах делятся мнением. Инициативы намерены поддержать. Мы должны провести голосование в апреле месяце. На голосование мы должны вынести какой-то материал, чтобы люди увидели и прочитали. И вот этот материал мы сегодня рассматриваем. И тут ничего нет такого, что мы впервые увидели. Уже на протяжении месяца все нормы эти рассматриваются на слуху. Я вот увидел этот документ, наискосок прочитал, мне все стало ясно как профессионалу парламентарию. Поэтому я поддерживаю. Оплата труда не ниже прожиточного минимума, регулярная индексация пенсии, приоритет Конституции над международным правом. Закрепление понятий семьи, бога и победы в Великой Отечественной войне. Все эти поправки заранее были вынесены на широкое общественное обсуждение. И по данным ВЦИОМ, порядка 90% опрошенных конституционные поправки одобрили. Поправки, они не затрагивают основ, которые определяются Конституцией Российской Федерации. Они лишь решают вопросы социальной справедливости, которые назрели давным-давно. Плюс организация деятельности публичной власти, к ней относится уже и местное самоуправление. И ряд поправок направлен на сохранение целостности территории Российской Федерации и требования к высшим должным лицам. Проект закона расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. Однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Жизнь меняется, благосостояние меняется, и внешняя политика серьезная. Поэтому нашли возможность прийти к пересмотру Конституции. И это здорово, это правильно. И хотелось бы, чтобы это принесло людям удовлетворение и, опять же, умение жить по закону. Для принятия положительного решения необходима половина голосов от числа избранных депутатов – 15. Из 26 присутствовавших, подавляющее большинство 22 народных избранника высказались «за», двое «против» и еще двое «воздержались». Таким образом, законопроект о конституционной поправке принят. В настоящее время избирательной комиссии Республики Коми готовится пакет документов для того, чтобы начать реализацию процедуры общероссийского голосования, как только закон будет подписан президентом Российской Федерации официально опубликованным. В целом, проекты нормативных правилов актов готовы. Система избирательной комиссии Республики Коми готова к реализации процедур, которые будут предусмотрены порядком проведения общероссийского голосования. После одобрения региональными парламентами законопроект поступит на подпись президенту, а затем в Конституционный суд, который проверит его на соответствии 1, 2 и 9 глав действующего основного закона. И, наконец, заключительный этап – общероссийское голосование, которое состоится в стране 22 апреля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова